хорошо видно спасибо всевышнему что меня хорошо видно что меня хорошо слышно спасибо всевышнему что у нас есть интернет спасибо всевышнему за то что я могу проводить урок туры и вижу слышу чувствую спасибо всевышнему за все это и сегодня у нас 26 урок в серии уроков про благодарность 26 урок и мы с вами продолжаем изучать продолжаем изучать тору и сегодня у нас будет наш урок торы для поднятия души так я для поднятия души павел мэйр бен мария павел мэйр бен мария был хороший добрый человек качи родственники они о нем заботятся даже после того как он ушел из этого мира то добро которое мы делаем для людей но нам возвращается и они очень помогают платформе воикра создавать новые проекты для увеличения силы света всевышнего и силы добра в мире и всю заслугу они отдают павел мэйр бен мария чтобы ему там на небе было хорошо видите как добро возвращается он делал добро сейчас ему возвращается то добро которое он делал как все в мире возвращается и приходит равновесие на сегодня 26 урок и сегодня тема очень такая прямо я удивляюсь вы знаете говорил раф шаломару что благодарность открывает ворота открывает ворота мудрости ворота понимания ворота все ворота открываются я вижу то есть мне такое понимание каждая страница мне приходит такое понимание тора слава богу что 24 года я учился не понимал а вот час начал понимать только в заслугу того что я начал благодаря вам опять же сильнее благодарить всевышнего совершенно меняется восприятие мира значит сегодня разбирается вопрос раф шаломару сегодня нам приводит такой отрывок из талмуда и говорит есть талмуде в такое высказание это трактат брахот седьмой лист начала самое начало талмуда и там написано такая вещь я учил когда-то помню и не понимал сказал раби йоханнан от имени раби шиман бар юха раби шиман бар юха это который книгу за записал со дня когда святой благословен он сотворил свой мир не было человека благодарившего всевышнего пока не пришла ли и не вас и не возблагодарила его как сказано на этот раз восхвалю бога здесь приводится отрывок из письменной торы скоро мы будем читать эту главу когда лея жена якова израиля родила четвертого ребенка и дала ему имя иуда иуда это от слова леодот она сказала на сей раз восхвалю господа она сказала и вот это вот имя берется этот отрывок из торы на сей раз восхвалю господа иуда и она ему дала имя иуда и раби шиман бар юха и говорит такую вещь странную что пока она это не сказала не было человека благодарившего всевышнего пока не пришла ли и не возблагодарила его очень странно очень странное высказывание потому что мы до этого читали авраам когда он пришел и освободил лота пришел он к малки цеды кумелокс дома он сказал баруха ашем элильон то есть в он приводит а вообще а как авраам что не благодарился вышнего есть благословение когда сын рождается у него же сын родился к этому времени разве он не благословлял разве мы не читаем на субботу псалом в которой говорится что это псалом сказал сказал первый человек адам который увидел что значит он сказал да адам решен он как он сказал первый человек хорошо славить господа то в леодот ляшим то есть мы видим что они до благословляли почему тогда раби шиман барюха и говорит что первый человек который благословил всевышнего это была лея вопрос очень сильный вопрос вот так изучается тора то есть находится вроде бы ну ну как не сходится несоответствие да теперь ответ он задает еще более тяжелый вопрос смотрите как красиво да а почему лея тогда за первого второго и третьего сына не блага не благодарила чего вдруг она за четвертого вас благодарила назвала его иуда от слова вас на этот раз вас благодарю всевышнего и а первого сына и второго и третьего она назвала первого назвала ровен ровен это от слова увидит бог мои страдания второго назвала шимон услышит бог лишь мои страдания третьего назвала леви от слова лиловод вот теперь меня будет сопровождать мой муж она первая начала рожать а якова и не любил написано потому что он хотел жениться на ее сестре рахеле алле ему по обманом подсунули да и написано что он ее не любил но когда у нее родился третий ребенок леви она сказала на сей раз меня муж ли и лаве и лаве это будет меня сопровождать почему она так сказала тоже в этом большая логика у нее два маленьких сына риувен и шимон она одного в одной руке другого другой а им надо куда-то идти так она говорит теперь ему нужен возьмет третьего ребенка и будет меня сопровождать он будет мне благодарен за то что мы родила уже трех сыновей она не благодарила она четвертого она вдруг вас благодарила теперь отвечает отвечает рабе израиль яка фишер в своем комментарии на тору скала израиля талмуд имеет ввиду что ли я была первой вас благодаривший за мучения о вот это вот тогда понятно конечно ли пережила страшные страдания в начале ее должны были выдать замуж за и сава было две дочки да было две дочки у лавана ле и рахель ле старшая рахель младшая у у сестры лавана рифки родная сестра жена из хака была два сына из ours старший и акash младший из сам был злодей и он должен был злодей и он должен был вообще как-то они видели думали что старший должен жениться может у них было пророчество а старший должен был жениться на лее а младший должен был жениться на рахели старше это исỏ младший Яаков. Лея старшая, Рахель младшая. Но Исав злодей и Лея, у которой было пророчество, что ее выдадут замуж за злодея, она все время плакала. Плакала и плакала. Написано в Торе, что у нее даже глаза ослабли. Так она плакала. Значит, в ужасе перед такой участью она пролила столько слез и злила столько молитв, что глаза ее ослабели. Затем ее родной папа обманом выдает за Яакова. Подсунул вместо Рахеля. Тоже неприятно. Очень неприятно. Здесь мы можем отдельно уйти в момент, что Яаков же купил у Исава первородство. И он по каким-то законам стал первым сыном. Он купил первородство. И сам ему продал. Прям на бумаге написал. Я отказываюсь от первородства. Деретый и старший сын. Первый сын. Первенец. Он ему написал. Поэтому смотрите, как получается. Лея плакала, что она выйдет замуж за злодея. За первого старшего сына. Вышла замуж за праведника. Но все равно плакала. Потому что он ее не любил. А потом вдруг она, бах, и здесь она, значит, родился у нее четвертый сын. И она прославила. Говорит, теперь я вас благодарю Бога. До рождения Иуды Лея все время страдала. Почему я нелюбимая? Почему на мою долю выпал Исав? Почему женой Яаковой я стала против его воли путем обмана? Она все время чувствовала свою ущербность в сравнении с сестрой Рахелю. Почему? И она все время плакала и чувствовала свою ущербность. Ей было плохо. Но, когда родился Иуда, четвертый сын, она поняла, что она удостоилась иметь самую большую долю детей из всех проматерей. То есть, было, знали, что будет двенадцать сыновей, родоначальник еврейского народа. Значит, четыре жены, у каждой по три сына. А вот тут рождается у нее четвертый. Иуда, это был четвертый сын. И в этот момент, значит, когда у Лея родился четвертый сын, она поняла, что все, все выпавшее ей на долю, было к лучшему. И все ее страдания были к ее же благу. Она осознала, что благодаря своим мучениям она удостоилась больше доли детей, чем другие проматери. Поэтому она и сказала, на сей раз восхвалюя Бога. Спасибо тебе, благодарю тебя Бог за все мои страдания. Я не зря мучилась, ведь благодаря этому от меня произошли четыре сына, из которых выйдут все коины от сына Левия пошли коины, Машарабенус, Левиты, священники. И цари от Иуды пошел царь Давид, это род царей. То есть, она в этот момент поняла, что все ее мучения были для вот этого. И она вас благодарила. Спасибо, сказала она за все мучения. Спасибо, что я нелюбима. Теперь я понимаю, что все было только к лучшему. Я понимаю, что все это было не напрасно. Спасибо. Теперь, понятно, да, что имел ввиду Рабишиман Барьюхай, в чем она была первая, почему она была первая, которая вас благодарила за зло. Но возникает тогда еще один вопрос. Возникает еще один вопрос. А что про отцы? Про отцы-то, да, не благодарили за зло? Тогда тоже непонятно. То есть, что она такая была умная, что она первая вас благодарила за зло. А про отцы, что же, не благодарили за зло? Тоже непонятно. То есть, мы знаем, что они благодарили и она благодарила. Но она, написано, первая вас благодарила. За что? За зло. А они, и он отвечает на вопрос, они, конечно же, за зло не благословляли. Почему? Они были на таком высоком уровне восприятия, духовного восприятия, что в их восприятии вообще зла не было. То есть они не могли обижаться, расстраиваться, они не могли плакать. Яков, когда ему подсунули лею, он сказал, слава Богу, отлично вообще. Вот все вышли, шутят, да. Когда у Авраама, например, там ему сказали, выгони жену, выгони жену эту Агарь, и Ишмаэля. Он сказал, ну, конечно, не очень, это мне приятно, ну, что делать? Когда ему сказал Всевышний Сына Своего, принеси в жертву Ицкака, он говорит, отлично, Всевышний, все, даже не расстроился. То есть это ответ на вопрос, что они за зло не благословляли, потому что в их восприятии зла не было. Они были на таком высоком уровне, что изначально они не расстраивались. А Лея изначально расстраивалась, а потом она сумела поблагодарить за это зло, в ее глазах то, что было злом, когда она осознала, что это ее привело к добру. То есть только когда родился Иуда, она осознала, что все, что она называла злом, оказалось добро. А про отцы Авраам, Искак, Яков, они всегда осознавали, что все добро. Понятна разница, да? Очень сильная разница. И он приводит в заключение известную историю, только еще раз ее расскажу, она сейчас нам будет выглядеть по-другому. Значит, известная история, что ученики спросили Мадидо из Межерич, это был ученик Бальшимтова, как понимать Мишна в трактате «Броход»? Есть в трактате тоже «Броход», такая Мишна. Звучит она так, что на девятой странице должен человек благословить о зле, подобно тому, как он благословляет о добре. Такой закон, прям есть закон, что должен человек благословлять на зло, как он благословляет на добро. Когда кто-то умирает, говорится благословение «Барух Даян Аймэ», благословен судья истины. И должен он это в таком настроении благословлять, как он благословляет на добро. Как? Ученики не поняли. Им Мадид сказал, идите к Равзуши, и он вам объяснит, пришли они к Равзуши, и говорят, Рэбзуши его еще назвали, из-за Ниполя. Говорят, нам, нас Мадид, наш учитель послал, чтобы ты нам объяснил эту Мишну. Раби Зуша очень удивился просьбе Мадида и отвечал, что он так сказал, что Зуша объяснит вам именно эту Мишну. Он говорит, это непонятно мне вообще, потому что я именно эту Мишну, он говорит, я вообще не понимаю. Почему он вас именно ко мне послал? Он говорит, мне Мишна это совершенно непонятно. Я никогда не мог понять, о каком зле идет речь. Разве вообще в мире есть зло? Со мной никогда не случалось никакого зла, только добро. Как же я могу объяснить вам эту Мишну? Понятно. Он говорит, так, я ее не понимал, как человек может благословлять на зло, как на добро? То есть, они не понимали, что для них было зло и было добро. Он говорит, а я вообще не понимаю, в мире нет зла. И все, что в мире происходит, это добро. Поэтому я, он ее не понимал по-другому. И это был ответ на их вопрос. То есть, понятно, да, разница? Есть люди, которые видят что-то, считают это зло, потом они работают над собой, работают над собой, работают над собой, и они понимают, что все это в итоге приводит их к добру. И в этот момент у них прорыв, как у Леи был, да, в осознании, в понимании. А другие люди, они изначально понимают, что как Рэбзуси, как Авраама Вину, как Яков, они понимают, что все добро. Теперь, ну мы-то с вами, люди простые, обычные простые люди, особенно из бывшего Советского Союза, я разговаривал с Равашир Кушнир. Он говорит, я, говорит, вам скажу, что мы все отравленные. Мы все, кто воспитывали в Советском Союзе, мы цинити, мы, как это называется, цинизм, критики, ну критикуем, циничные, скептики, ну в общем, он говорит, это очень, у нас есть такая прямо менталитет Советского Союза, да, это критиковать, находить недостатки, пропесочивать, про, и он говорит, это прямо, мы не замечаем этого, то есть, но это настолько происходит, естественно, он говорит, когда ко мне пришла одна женщина, и с сыном, и говорит, вот у меня проблемы с сыном, там он не слушается, то есть, это десятая, а я ей говорю, а попробуйте его меньше критиковать, он говорит, я его вообще не критикую, сядь, подвинься, отодвинься, убери руки, что ты ведешь себя так, я, прямо при мне, она его критикует, я говорю, вы, вы же это самое, ну не критикуйте его, попробуйте просто, ну, любовь, мягкость, отношения, она говорит, да я не критикую вообще, сядь, встань, уйди, то есть, мы просто даже не замечаем, насколько для нас естественно, вот это негативное состояние, поэтому, поэтому, 26 урок книги Зелега Плискина, я вспомнил, еще одну, видел вещь, что бывает похвала, которая человека унижает и обижает, например, вот она ему говорит, да, ты сегодня ведешь себя хорошо, не то, что раньше, да, то есть, в этот же момент, его можно тут же, ты себя ведешь, там, ты хороший отец, да, да, он говорит, да, она меня сейчас оскорбляет, на семейном приеме, семейный торопед спрашивает, где, она говорит, ты хороший отец, он говорит, правильно, но она мне все время раньше добавляла фразу, ну, как муж ты никакой, то есть, это значит, вот это ее похвала, что ты хороший отец, что ты как отец хороший, но как муж ты никакой, и вот этот вот момент, который, который в себе нужно очень сильно исправить, через благодарность, опять же, и нам предлагает 26 урок, Равзелек Плистин предлагает нам в день выделить час благодарности, то есть, сделать такое специальное упражнение, специальное упражнение, в котором мы будем выделять час, 60 минут, и 60 минут концентрировано только говорить слова благодарности, и думать слова благодарности, и говорить слова благодарности, и ничего кроме благодарности, Он объясняет, что это очень powerful exercise, то есть это мощное упражнение, которое очень поможет вам апгрейд, проапгрейдить, то есть усовершенствовать ваш уровень of gratitude, ваш уровень благодарности. Именно вот час. Keep your focus on gratitude. Во время этого часа держите ваш фокус только на gratitude, только на благодарности. Когда вы будете делать это упражнение месяц, вы увидите, что ваш уровень благодарности вырастет невероятно. Теперь кто-то спросит, ну это же так долго, час только благодарить. Он говорит, да, а вы посмотрите, чем занимаются люди целый день, да, тревожатся, боятся, обвиняют, значит, что они еще делают. Так, значит, на что люди тратят вообще время, да? Они думают о том, что им не нравится, что делает их несчастливыми, что делает их, значит, зависть, что вводит их в зависть, в злость, что делает их разочарованными. То есть все это думать, у них есть время. А вот еще те, которые любят тревожиться, они думают, что будет плохого в будущем. Они все время фантазируют, что плохого может быть с ними в будущем. Он говорит, на это-то у вас есть время, а час подумать о хорошем у вас нет времени? Он говорит, найдете. И, значит, дальше он приводит примеры, каким образом, о чем думать этот час. И он говорит, попробуйте, если вы час будете фокусировать внимание только на том, что вы благодарны, то это уберет у вас стресс, там уберет очень, ну, очень сильно фактически повлияет на вашу нервную систему, на ваши эмоции. Именно час. Вы будете сюрпризит, он говорит, очень сильно сюрпризит, и через этот час вы привыкнете так думать. Например, и он приводит, за что можно час благодарить. Вот вы идете в магазин, да, вот вы идете в магазин, я как раз сегодня еще до того, как этот урок прошел, я после молитвы заскочил в магазин кое-что купить. И я уже, так как я сегодня 26 урок, и я реально выполняю все упражнения, и вам советую, чтобы это не была просто теория, которую мы проходим. Нельзя теоретически научиться водить машину, нельзя теоретически научиться стрелять, и нельзя теоретически научиться быть благодарными. Нужно реально делать упражнения. И вот сегодня это мощнейшее упражнение, прям я очень рекомендую сделать его сегодня час по таймеру, попробуйте. Вот вы идете в магазин купить что-то. И первое, вы идете и говорите, слава Богу, что магазин здесь. Спасибо Всевышнему, что есть магазин здесь. Слава Богу, что он открыт. Это же, это тоже можно за это благодарить, он мог бы быть закрыт. Слава Богу, что завезли в него продукты. Это непростая вещь, завезти продукты в магазин. Слава Богу, что у меня есть деньги купить, то, что я хочу купить. И если даже вы заняли деньги, он говорит, так слава Богу, что есть кто-то, кто занял мне деньги. А если вам никто не занял деньги, слава Богу, что магазин мне отпускает в кредит. То есть за все можно поблагодарить. Это все не само собой разумеется. Если вы встречаете кого-то, кого вы знаете, будьте благодарны, что вы можете, что у вас есть знакомые, что у вас есть друзья, которым вы можете сказать доброе слово и услышать доброе слово. Дальше. Если зазвонил у вас телефон в это время, перед тем, как вы ответите, скажите, я счастлив, что я могу слышать. Я счастлив, что я могу слышать. Спасибо, что у меня есть телефон. Если вы видите что-то, так скажите, что слава Богу, что я могу видеть. Спасибо, что я могу видеть. Если у вас есть еда кушать, будьте благодарны, что у вас есть еда кушать, что у вас есть зубы. Если вы читаете что-то, будьте благодарны, что ваш мозг функционирует и вы можете понять, что вы читаете и осознать. Это пример приводит к тому, чем этот час заниматься. Прямо целенаправленно, сфокусировано, искать каждую минуту 60 благодарностей минимум. Если вы улыбаетесь себе в зеркало, будьте благодарны, что вы получаете позитивный фидбэк от зеркала. Это очень смешно. Можно же улыбнуться себе и вы еще видите, что вам на встрече кто-то улыбается. Это шутка такая, но все равно нужно быть благодарными, что вы получаете позитивный фидбэк от зеркала. Это очень смешно. Так. И дальше. Ну, если вы что-то вспоминаете, поблагодарите за память, что она работает и что вы можете вспомнить. Теперь. Дальше. Теперь кто-то вы встречаете, который негативщик такой, да? Это проблемка. Вот вы в хорошем настроении идете, все на позитиве. Спасибо, спасибо, спасибо. И тут какой-то идет нехороший человек, да? И он вам говорит негативные комментарии. Он говорит, вот вообще, как вам не стыдно там, накурились, напились. Вообще, в такое время улыбаться может только какой-нибудь негодяй. Так может сказать этот негативный человек, да? Например. Вы ему скажите так. This is my hour of gratitude. Это мой час благодарности. И я буду очень благодарен, если ты сейчас скажешь какие-то хорошие вещи, за которые ты можешь быть благодарен. Да? Вот в этот час. Давай попробуем. Я знаю, Рав Бенсон Зильбер, есть такой великий раввин, он, когда встречается с кем-то, он всегда говорит, он прям идет на опережение. Он говорит, здравствуйте, что у вас хорошего нового? Вот так он сразу спрашивает. То есть он, и ты ему как бы отвечаешь, что хорошего нового? Ну вот это. Он, слава Богу, Баруха Шем, прекрасно. И тут же переходит на слова Тора, как-то он потом ведет беседу в позитивном направлении. Значит, дальше он приводит примеры людей, которые делали этот час благодарности. Вот, например, один человек, он говорит, он приходил на мои уроки, он старался быть благодарным, но он говорит, до этого у меня это было так. Вот я вспомнил, я благодарен, не вспомнил, не благодарен. То есть все было хаотично. Но я невероятно обрадовался, насколько это действительно серьезное упражнение, когда я знаю, что у меня есть 60 минут, и я должен 60 минут держать фокус на благодарности. Именно это меня натренировало, мое мышление, чтобы оно автоматически перешло на режим благодарности. Это первый отзыв. Он говорит, это именно то, чего мне не хватало, то, что мне было нужно. Кстати, я сейчас как тренер уже, как коуч, как психолог, я вам говорю, что если вам тяжело час, начните с 5 минут, но по таймеру. 5 минут попробуйте. Если 5 минут сработало, тогда еще раз таймер на 5 минут, еще раз на 5 минут. Идите 5-минутными таймерами. Если у вас получится сразу 60 минут, отлично. Если не получится, то у вас зато будет возможность поблагодарить за 5 минут благодарности, за 10, 15, 20. То есть главное здесь не разовые всплески, главное это ежедневная тренировка, каждый день по чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть. Одна женщина говорит, у меня была, была у меня тенденция такая волноваться, но из-за этого часа градитюд, у меня нет времени волноваться, я все время замечаю позитивное. Я обратил внимание, что мой уровень волнения и беспокойства после этого часа, он резко снизился. Потому что мышление, которое настраивается на позитивную волну, оно потом уходит, вот это напряжение, это натипь, да, беспокойство это натипь. То есть если я все время вижу негативное, то я естественно и в будущее накладываю, проецирую негативное. Будущее неизвестно. Все мысли о будущем это проекция способа мышления человека. Поэтому тот, кто час благодарит и фокусируется на позитиве, то естественно у него и уровень беспокойства резко упадет, а может вообще исчезнет. Потому что мысли о будущем это проекция вашего сегодняшнего мышления. Все, слава богу, что мы нашли такой хороший инструмент. Обязательно сделайте, сделайте и, значит, Ну он говорит в конце, да, что то время, когда, я определил, что то время, когда мы живы и мы это время используем на то, чтобы быть благодарными нашему креатору, создателю за все хорошее в нашей жизни, это и есть жизнь. То есть это и есть счастливая, полная жизнь, связи со Всевышним, связи с то, ради чего мы в принципе и живем. Поэтому этот час благодарности действительно важнейшая вещь. Мне очень интересно, напишите потом в комментариях, как у вас получается. Мы сейчас с еще большей скоростью будем создавать этот бот благодарности, потому что я вижу, что действительно в современном состоянии общества, в современном мире это прям спасение для очень многих людей. И это реально может изменить к лучшему вообще судьбу мира, потому что Всевышний, он же смотрит на всех нас. И каждый должен рассматривать себя как тот, от кого сейчас зависит судьба мира, потому что если вы поворачиваете свой внутренний мир на добро, на позитив, то что тогда вы весь мир можете этим самым изменить на позитив. Поэтому давайте час благодарности сегодня сделаем и с Божьей помощью значит наступит мир, зло будет уничтожено, Всевышний знает, что такое зло. И мы давайте будем благодарить Всевышнего за добро, и как свет он рассеивает тьму, так же добро рассеет все зло, прям испарит его. И придет Машех, Бимхирабэмэйна. Все, удачи, успехов, спасибо вам, что вы приходите на уроки, спасибо, что вы благодарите, спасибо, что вы помогаете, спасибо, что мы вместе учим Тору, что Всевышний нам дает возможности для того, чтобы радоваться. Все, удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok